Всем привет! Кратко про пересадку и уход за остильбой. Будем пересаживать вот эту остильбу. В прошлом году мы уже ее пересадили. И покажем в этом году, как она прирослась, как выглядит корневая система. И советы по размещению, посадке и кратко про уход. В принципе, уход за остильбой совсем нетрудный. Желательно по весне и по осени подкормить комплексным удобрением. Но, в принципе, не всегда это получается. Опять-таки, так как остильба нарастает корневищем вверх, то желательно по осени подсыпать под корневища какой-нибудь компост или плодородную землю, или хотя бы просто чуть-чуть укрыть ее. Можно залой подсыпать из-за удобрения. А так она достаточно хорошо растет и сама. Главное не допускать к остильбе активные сорняки типа асота, ныти. А остальные она подавляет уже сама. Если сорта разные, они смешиваются со временем? Нет, они как были, так и остаются. Она же как бы от корневища, от цветов она не разрастается. Вот еще важно выбрать хорошее место. Вот, например, вот про этот сорт хочу сказать. Я его брала с участка, где она росла на солнце, на высоком месте. И она была низкая и хилая. И очень удивилась, когда высадила сюда, и она пошла вот в рост. Сейчас она где-то метр. Да, я считаю, дело в том, что здесь более влажная почва, поэтому она растет лучше. А эта еще не распустилась? Почему она такая... Да, это более поздний гибрид китайской остильбы. Она будет пушистой потом? Да, она будет очень пушистой. Желательно, конечно, потом показать. Это замечательно, очень красивый сорт. Вот там дальше красненький фаунул. Розовенький такой, ну, малиненький Майндс. Вот там вот сестра Тереза низенькая. Все растут рядом. Ну, может быть, чуть-чуть, когда начинают мешать друг другу, я откусываю от куста по кусочку и пересаживаю в другое место. Как бы это удобно и материал посадочный. И в то же время они компактно в одном месте все цветут и растут. Это вот группа паникающей остильбы. Что интересно, что оба этих сорта я сажала одновременно. И они были примерно одинаковые. Но вот этот страус и фендер малиновый, он очень хорошо и пышно разросся. А беленький, профессор Вандервиллен, он вот как бы очень плохо и медленно растет. Хотя сажалась в одно и то же время в равные условия. Вот это другой сорт, который растет намного слабее. Цвет, видишь, листьев у того более нежный, такой салатный. У этого сорта более темный. Видео, может быть, видно будет. Очень большие. Может, их просто дождем побило, а это не паникающие? Нет, это именно группа паникающих. Вот это две мои последние посадки. Опять-таки сажались одновременно. Но, как видите, вот эта остильба японская эли, она очень хорошо белая разрослась. А сиреневая вот недостаточно хорошо. Вот там дальше это бургунди-ред остильба. Но она не очень удачно посажена, потому что ее закрывает хостом. Поэтому вот ведь у нее не очень хорошая поведения, и, конечно, лучше бы ее пересадить. Кто был посажен одновременно? Вот эти два сорта посажены одновременно. А, вот эти два? Да. Так почему это так плохо растет? Ну, может быть, конечно, ему мешает флокс, но здесь тоже соседям, в общем-то, мешает. Но, видимо, просто вот этому сорту хуже в моих условиях. Это еще все зависит от условий. Надо брать и смотреть, как сорт поведет себя в ваших условиях. У нас список всех названий в описании выведем. Да. Бургундии всякие и так далее. Еще хочу один пример неудачной посадки показать. Все, ну давайте смотреть на неудачную. Вот здесь давно посаженный тоже этот сорт. Это Элизабет Ван Вин, японский гибрид. Он, в общем-то, должен хорошо расти, но так как со всех сторон он затенен флоксами, то растет не очень. Это мы с северной стороны сейчас находимся. Поэтому, конечно, его лучше пересадить куда-то в другое место, чтобы он во всей красоте, так сказать, цвел. Лучшее место для посадки это полутень. Там остельба растет лучше всего. Ну и, конечно, чтобы участок был дренированный, но желательно, чтобы почва была влажной. Чем больше влаги, тем лучше. А вот пример остельбы в городском озеленении. Смотрите, вода стоит. Просто стоит вода. Вот это ирисы. А им не страшно, потому что они такие влаголюбивые. Но все равно надо избегать сильного перелива. Но они способны в таких условиях расти. Если как бы, вот здесь болотистые местные, здесь не нужно поливать. Если у вас высокие сухие участки, там, конечно, придется, наверное, поливать остельбу, чтобы она лучше росла. А вот на болотистых участках она прекрасно сама растет. Главное выбрать хорошее место. Тогда она будет свести и расти много лет. Почти без всякого ухода. Вот, например, вот эта остельба уже 20 лет. Она растет здесь без пересадки. И почти без всякого ухода. Иногда редкие подкормки. Ну и не допускаю к ней активных сорняков. Хочу обратить внимание, это интересный сорт гибрид остельба Аренса Глория. У нее на одном кусте соцветия разных цветов. Вот есть более малиновый и более сиреневый. Это, в общем-то, очень красиво смотрится, когда на одном кусте разноцветные соцветия. Ну удобрения какие-нибудь надо еще посыпать? Ну вот я уже... Просто пересадки я просто постоянно... По весне и по осени желательно подкормить комплексным удобрением. Развести и полить под корень. Потому что как бы зарывать по краям нет такого большого смысла, как у других растений. Потому что корни растут вглубь, а не в краях. Поэтому лучше под корень туда и удобрения. Обстригать надо? Крону формировать? На самом деле ничего не надо. Это только для красоты. Можно отсветшие соцветия удалять. А можно их даже и в зиму оставить. Если у нас будет съемка, мы вставим, как они зимой выглядят, кстати. То есть это от желания зависит. Хотите удаляйте, хотите нет никакой разницы. Зимой это все выглядит вот так. Остаются стоять метелочки. Можно из них даже при желании букет сделать. Они вполне нормально выглядят. По весне лучше срезать, чтобы они не портили вид. Ну а зимой фиг с ними, пусть стоят. Семенами размножаются? Я не заметила, чтобы она хоть раз размножилась семенами. Только корневищами. Просто разрастается корневища вширь и в высоту. Продается в магазинах, а не корневищами? Да. Продается по весне. Чаще всего покупаете где-нибудь в феврале, поэтому нужно передержать. Сейчас, если видите, что уже пошли ростки, нужно посадить прямо в землю, в горшочек и в холодильник поставить. Потому что она тоже любит холодный старт. И уже когда можно высаживать, тогда высаживать. Но если уже пойдет совсем расти, тогда, конечно, уже из холодильника вытаскивать и на свет. А так желательно в холодильнике. Сколько стоит корневища одну? Ну, все зависит от того, где покупаете. 100 рублей? Да нет, есть по 30, можно даже купить. Понятно. Сейчас будем размножать остильбу. В принципе, можно выкопать целиком куст и разрезать его на части. Но этот куст нормально, хорошо у нас растет. Только он начал разрастаться. И скоро с собой как бы затенит соседей. Поэтому я хочу несколько боковых его веток отрезать и посадить на новое место. Он уже отцвел, да? Да, он уже отцвел, но можно размножать их в цветущем состоянии. То есть вот я раскрываю куст и смотрю. Мы покажем потом, как он цветет. Да, смотрю, где вот. Вот, например, вот сюда в сторону заходит. Сейчас я ее отрежу, эту ветку. Потом еще можно несколько веток. Насколько прихотлива остильба она в пересаживания? Она очень неприхотлива. Я уже говорила, что прямо может во время цветения пересаживаться. Сейчас она уже такая. А сейчас уже отцвела. И надо показать корневую систему. Ну, тут слабенькая, конечно, будет, но все равно приживет. Вот это что такое белая? Это вот почечка, да, из которой в следующем году пойдут... Пожди, пожалуйста, срез стебля с той стороны. Угу, понятно. Если посадить в затененное место и поливать, то прекрасно прирастется. Вот от такого кусочка. Вот сажаем остильбу. Земля у нас, соответственно, приготовленная. Покажи корневую систему получше, пожалуйста. Ага, вот такая. Спасибо. Заправлена удобрениями, золой, потому что мы сажаем на одно место на много лет. Вот, удобрения всякие. Сажаем так, что заглубляем вот эти почки где-то сантиметра на два. Какие почки можно показать людям? Ну, вот здесь. Что из этого почки? А, я понял. Да, ясно. Все? Все. Вот остильбы точно так же посажены и в прошлом году. Вот они уже цвели прекрасно в этом году. Это вот Vision and Red остильба. Вот остильба Brautshlyer уже отцвела. А это пока еще цветет более поздняя китайская остильба. По той же такой, по такой же методике были посажены, да? Да, ее можно пересаживать прямо в тот момент, когда она цветет. Остильба влаголюбивая, поэтому, естественно, при посадке тщательно поливаем. И стараемся, чтобы все время земля была влажная поначалу, чтобы не страдало растение от засуха. Вот пересаженные пару лет назад кусты остильбы. Она уже пытается цвести. Это начало июля сейчас. Вот еще небольшой куст, который в прошлом году был пересажен. Вот этот вот в прошлом был пересажен. Он сейчас выглядит вот так. Тоже собирается цвести. Это уже разросся за два года. И этот тоже такой мощный. А этот пока так, чуть послабее. Но через пару лет он будет таким же, как те два. Итак, вот это вот в прошлом году было посажено остильба. Вот такая вот в это место. Мы, возможно, как раз этот момент показали. Земля сейчас достаточно сухая. Вот я снимаю еще через год эти остильбы. И вот эти остильбы. То есть я за год видос не смонтировал. Поэтому удалось заснять их рост еще через годик. Значит, вот в принципе все. Да, остильбы очень нечелеповательные в уходе растения. Поэтому рекомендую всем. Особенно вот у кого много таких полутенистых мест. На участке. Их очень хорошо занять вот остильбой. У нас начало августа. Но в этом году у нас холодная зима. Поэтому все цветет позже. На самом деле где-то в 20-х числах июля. Почти не пахнет. Еще в Ленинградской области по берегам рек, озер, всяких болот, канав. Растет такое растение, которое в принципе похоже на остильбу. Тоже соцветия похожи. Вот очень похоже. И запах имеет очень такой вкусный, медовый, очень ярко выраженный. А вот сама остильба, она имеет не слишком-то ярко выраженный запах. То есть он неплохой, хороший запах, но очень слабый. Вот это вот аналог садовой остильбы. И только в диких условиях растет. Вот прямо в виде ствол. Все, всем спасибо. Пока-пока, увидимся. Пока. До свидания. До свидания, до новых встреч.